Олимпиада Олимпийской чемпионкой Наша соотечественница Галина Прозуменщикова Галя установила новый олимпийский рекорд Финишировала, прыгнула в воду 16-летним мастером спорта А вынурнула заслуженным мастером спорта Олимпийской чемпионкой Причем первой в нашей стране из пловцов Кто добился золотой олимпийской медали Тренировалась Галина у нас в Севастополе В бассейне Черноморского флота Кстати, бассейн 25 метров, как говорится, короткая вода Тем не менее, выигрывала и на короткой воде И в 50-метровых бассейнах Это наша гордость, наша землячка Именно, которая родилась в Севастополе Где стала заслуженным мастером спорта Олимпийской чемпионкой Сегодня речь пойдет о плавании О том, как наши пловцы выступают И готовятся к всероссийским соревнованиям и международным У нас в гостях сегодня Кандидат мастера спорта Представляющий отделение плавания Спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 Стайр Андрей Ярошенко Здравствуйте Андрей, сразу расскажи о том Как выступил на первенстве Южного федерального округа Именно это послужило поводом для того, чтобы мы тебя пригласили к нам в эфир И ты добился двух бронзовых медалей А это большой и серьезный успех Ну, я считаю, что выступил достойно Ну, как тренировался, так и выступил Правда, вот если бы мы тренировались в бассейне МГУ Мы бы заняли первое место Ну, и результаты были бы лучше Какой результат ты показал на 200-метровке? Это твоя коронная дистанция? Да, я показал результат 2 минуты 2 минуты 12 секунд 71 сотую Это отстало намного от тех, кто впереди тебя? Ну, до первого места мне не хватило 7 секунд А 7 секунд это на воде сколько метров? Ну, это в районе 12 метров И, конечно, мечта каждого спортсмена, тем более пловца Выполнить заветный мастерский норматив И, таким образом, какой результат надо показать И на сотке, и на 200-метровке Чтобы стать мастером Причем мастерский норматив можно показывать Только он будет присваиваться не на первенстве города Не на первенстве Республики Крым А именно на чемпионатах ЮФО и России Ну, российские, да Ну, чтобы выполнить на 200 метров на спине Ну, на спине мастера надо проплыть за 2 минуты 8 секунд 50 сотых На 100 на спине надо проплыть за 58 секунд 90 сотых И 50 метров на спине надо проплыть 20... Вот, не помню Результат высокий? Очень Очень высокий Севастополь Ты у нас плаваешь, кроме как на спине, плаваешь и вольным стилем, кролем Да Много у тебя соперников и в одном виде плавания, и в другом, и вольным стилем, кролем, и на спине? Ну, кролем в городе у меня соперников, ну, человека три точно есть На спине один Я хотел спросить, вот, чтобы ты поделился секретами Как вот вы выступаете индивидуально, а потом у нас проводятся эстафеты И наша команда обычно всегда или четверки, или в тройки, и на ЮФО, и на других соревнованиях Вот чем отличается индивидуальное выступление пловца на дистанции от выступления, когда ты выступаешь и плывешь за команду? Обычно это же четверка Ну, индивидуальная дистанция, она больше идет для себя Ну, для себя стараешься А когда вот после соревнований проводятся эстафеты, и ты просто плывешь за команду, ты переживаешь, чтобы вы не заняли самые последние места Всегда хочется занять первое А сейчас ты плыл в эстафете вольным стилем? Да, я плыл третьим, вторым этапом кролем То есть у вас это было 4 по 100 вольным стилем? Да А в комбинированной эстафете кто-то плыл другой, да? Да Более взрослый спортсмен? Более взрослый Так, расскажи теперь, я думаю, это будет интересно нашим телезрителям О том, как идет подготовка, сколько раз спортсмен тренируется не в неделю, а в день Пожалуйста В день у нас проводятся две тренировки Утренняя перед школой и вечерняя после школы В общем, мы проплываем от 6 до 9 километров Тренировки бывают и скоростные, и также на выносливость Так, где, по чьим руководствам ты и сколько лет тренируешься? И действительно, это большой тяжелый труд, устаешь? Да Ну, начал я тренироваться под руководством Матвея Виктория Викторовна А потом начал меня тренировать и Аркадий Николаевич Власенко То есть, в принципе, у тебя сейчас два тренера Да Мы знаем, что Виктория Викторовна Мастер спорта, и как раз она выполнила Этот заветный норматив Стала мастером спорта и на плавании на спине Да А почему ты выбрал спину, а не Просто кроль или там Баттерфляй, брас? Ну, изначально, как и всех Нам меня учили плавать кролем Но потом я понял то, что кролем, ну, очень большая конкуренция на первые места И вижу то, что на спине, ну, мало людей Ну, которые могут плыть хорошо на спине И я поговорил с тренером, и он тоже это заметил И решил мне тоже тренировать на спине А почему спина, а не Бат? Потому что, ну, на спине у меня больше получалось Ну, лучше получалось плыть Я знаю, что действительно устаешь Все-таки две тренировки серьезные А кого питание спортсмена? Регулируют родители, мама регулируют питание? Что-то ты любишь особенное То, что годится для того, чтобы нарастить и мышечную массу Перед соревнованиями увеличиваешь питание, уменьшаешь Да, ну, с тренером все обговорили Тренер рассказал маме, что мне надо употреблять Какой процесс питания Ну, в основном это жареная курица То есть белое мясо Кроме того, участвуя в чемпионатах и перенцах Южного федерального округа Всероссийских соревнований на допинг Проверяют плавцов выборочно? Только призеров или всех? Ну, изначально мы все подписываем документы Что мы не употребляем никаких Перед соревнований Не употребляем допинг А потом, ну, если человек очень Выделился Улучшил сильно свой результат Его, скорее всего, будут проверять на допинг Проверку Но это если только на Южнофедеральных А на чемпионате России Тоже дома Вот на Олимпиаде Мне кажется, каждый будет проверять Я хотел у тебя узнать А кто твой кумир в плавании? Ведь ты больше внимания уделяешь И следишь за выступлениями Те, кто плавает на спине Ну, российский спортсмен Это Владимир Морозов А если смотреть именно мировые То Адам Пити Откуда он Действительно Он как-то неожиданно появился Ну И рекордсмена Он из Великобритании Он очень выделился Вот на чемпионате мира Он проплыл 50 метров За 25 секунд Он проплыл 50 метров Брасом за 25 секунд Как ты считаешь За счет чего Можно увеличить скорость И вот ты же хочешь Все-таки уже в этом спортивном сезоне Показать мастерский Для начала Чтобы улучшить свой результат Надо правильно питаться И соблюдать режим Также надо еще Правильно тренироваться Делать то, что говорит тренер И результаты будут просто расти За сколько времени Нужно Вы тренируетесь на короткой воде Я думаю, будет интересно Нашим телезрителям Узнать, почему Спортсмены Все-таки стремятся Выступать на большой воде Потому что Чемпионат мира Проходит и на короткой воде И на 50-метровой ванне А За сколько надо Приходить в бассейны Желательно где В Севастополе У нас бассейны 50-метровые Ну вот Самый хороший бассейн 50-метровый Это МГУ До соревнований Надо тренироваться За две недели До соревнований Точно надо тренироваться В большой воде Что это дает? Именно чисто подготовку Скорость Выносливость Когда плывешь В большом На большой воде Ну на большой воде Ты больше тренируешься В выносливость А вот по короткой воде И за счет поворотов Ну Больше За счет поворотов И отдыхаешь Да Все-таки Вот Какой Вот на 200-метровке Где На что обращаешь внимание На финишную прямую Или на В середине дистанции Или взять Сразу старт И вырваться вперед Зависит от соперников Или же Как-то планируете Проплыв Проплывать дистанцию Именно свою коронную 200 метров Ну 200 метров Надо всегда Плыть правильно Это Как говорит наш тренер Первые 50 метров Ничего не решают Ты плывешь Втягиваешься В эту С своими соперниками Потом 50 метров Ты начинаешь Прибавлять скорости Самое главное Держать Третье полотенни Это Просто Рваться Вперед И четвертый 4-50 метров Надо уже терпеть Сегодня Секретами Мастерства Секретами Подготовки Для того Чтобы Войти в число Лучших пловцов России И Выполнить Уже в этом Спортивном сезоне Норматив Мастера спорта Поделился Андрей Ярошенко Он представляет Спортивную школу Олимпийского резерва Номер один Мечтает Стать мастером А вообще Его мечта Подняться На олимпийский Пьедестал И Хотелось пожелать Чтобы наш спортсмен Стал Олимпийцем Субтитры создавал DimaTorzok